то следующая мишна говорит нам опять то что мы говорим роглайм ладовар что значит роглайм ладовар у этой вещи есть ноги то есть то к чему приходим можно сделать заключение на основе предыдущего так как было так то скорее всего это так теперь мы говорим про кого про за есть человек который за есть человек который балькерforet человек который потерял свою мужскую силу свое семя он называется балкери у него тума од saying то есть тот день когда он стал балькерро если в тот же день до захода солнца он акунулся в мику на следующий день как солнце свело то есть уже на следующий день он становится чистым но пока он не окунется он чистым не будет но ниwalтак у него длится всего лишь максимум или минимум скажем один день по к на окунется. Зав, если у него, если Зав тоже он увидел один раз зива, он приравнивается к Баалькерии, у него тоже до вечера нечистота, вечером в мигу окунулся, он прочистился. Если он два раза увидел зива, если не очистится, пока не окунется. Если у него два раза зива, то тогда он становится нечистым на семь дней, он должен посчитать семь чистых дней, где больше не было у него зива, и потом окунается в мигу и становится чистым. Но если он увидел три раза зива, то тогда зива это не его семя, это какая-то другая слизь, которая выходит из него. Если у него было три раз, тогда он становится нечистым на семь дней, седьмой день окунается в мигу и на восьмой день должен уже принести корбан. То есть два без корбана, два раз зива, три раз с корбаном. Сколько дней вы сказали? Семь дней, тоже семь чистых дней. Но если когда он считал семь чистых дней, он опять на пять на шестой дней стал зав. Все начинается с начала. Опять считает семь чистых дней и так далее. Теперь говорит Маран, не сразу он становится зав. Он говорит так, Бишева Драхим Ботким это зав. Говорит Мишна, с семью путями мы проверяем этого зава. А челон низка для зива. Пока он, мы не постановили, что он зива, так зива может быть вынуждена. Как Пасу говорит, это вынуждена, что вынуждена. Не из-за его вины, скажем, не совсем из-за его вины, а беонес. То, что называется беонес. Беонес это вынуждена. Пока мы это не определили, что зива у него, она не невынужденная зива, он еще не стал тамеза. Говорит Пасу так, Иш-Иш-Ки-Е ЗАВ МИПСАРО. Человек, человек, который будет истекать из своей плоти. Вот это слово МИПСАРО, для чего он написан из его плоти? Откуда истекает из его плоти? Это слово вроде бы лишнее. ЗОВО ТАМЕУ. Иш-Иш-Ки-Е ЗАВ МИПСАРО ЗОВО ТАМЕУ. Он истекает, он становится нечистым. Вот это слово МИПСАРО вроде лишнее. Поэтому, говорит, Мишна объясняет, что когда он становится ТАМЕЗАВ, только когда у него вот это зивут вышло натуральным способом. Не было какой-то другой причины, из-за которой он стал ЗАВ. Например, поэтому Говора говорит, мы его должны проверить. Что мы должны проверить? Первое. Бе-Ма-Ахагу в Миште. Посмотреть, что он ел и что он пил. Может, из-за еды или жидкости, которую он выпил, он стал ЗАВ. Бе-Ма-Са, убе-Кфица, убе-Холи. Или, может быть, он нес на себе что-то тяжелое. Или он прыгал. Больше чем надо, выше чем надо. Или же он болеет. Это пятое. Шестое. Убе-Мар-Э, убе-Хир-У. Или он увидел что-то нескромное. Женщина нескромная одета. Или еще что-то. Увидел то, что не надо. Или у него были какие-то переживания, вожделения. То есть, из-за всего этого он может стать ЗАВ. И этот ЗАВ не считается природным ЗАВом. Это не просто у него по себе вышло. А была какая-то причина. Он вынужденный ЗАВ. И тогда он еще не становится ТАМЭ. Не означает, что он ТАМЭ, потому что у него есть лишняя наружная причина, по которой он стал ЗАВ. Но, говорит дальше, Мишна. Миши нескакли ЗАВа. Эмботкиното. Но когда мы уже определили его, что он даст ЗАВ, что, допустим, он увидел ЗАВ, проверили эти семь причин, по которым он мог стать вынужденным ЗАВ. Это все причины вынужденного ЗАВа. И на самом деле ни одной причины не было. И мы определили его как ЗАВ. Все, больше мы его не проверяем. Мы не будем проверять его каждый раз, почему он стал ЗАВ. Вынужденным или природным способом. Поэтому, как только он уже стал ЗАВ, мы его не проверяем. И говорит дальше, Мишина. Так, почему? Потому что он со, усвеков, вещихват ЗАВ, теми. Дальше потом, если он стал ЗАВом, вынужденно. До этого был невынужденный ЗАВ. Стал потом вынужденно. Или сомнение. Мы дальше посмотрим, что он увидел что-то. И какое сомнение? Знаешь, что он увидел или нет? Не сомнение ни с том, что было у него или что-то не было. У него что-то было в выделении. Но он не знает, это была ЗАВа или это был его Балькерия. Или у него было это его СЕМЯ. Это сомнение. Вещихват ЗАВ. И его СЕМЯ, этого ЗАВа, оно имеет более высокую степень нечистоты, чем СЕМЯ простого человека, чистого человека. Все это, все эти, он со, усвеков, вещихват ЗАВа, вынужденный ЗАВ. После того, что он уже ЗАВ. Сомнение, если он увидел ЗАВ или он Балькерия. И его СЕМЯ, даже СЕМЯ, теми им. Почему? Так как он уже был ЗАВом, его прежний, первоначальный ЗАВ, который не был, вынужденный подтверждать, что он ЗАВ не по вынуждению. Дальше. Он объясняет, что это спор между Равилезером и Хахамим, как объясняет этот спор Рош. И он говорит так, что они все согласны, что не нужно проверять, что не нужно проверять первый раз, когда он стал ЗАВ, он все равно стал нечистым. Как мы сказали, есть еще кис. Сравнение, подсука ЗАВа и Балькерия. Человек, который потерял свое семя, он стал нечистым, стал нечистым, ЗАВ потерял свою ЗИВУ. Не важно почему. Умышленно, неумышленно, вынужденно, нет. Он тоже становится нечистым, как Балькерия. В первый раз проверять не надо, все согласны. Два. Да, потому что Балькерия, метаме афилубеонез. Балькерия, человек, который потерял свою мужскую силу, он становится нечистым, даже вынужденно, если это у него произошло. Дальше. Оба согласны. Ихахамимирабилезе, что хьюбдикар, яшния. Что нужно проверить, какое именно второй ЗАВ, когда он стал, второй у него было выделение. Именно это нужно проверить. Почему? Потому что яшния, метаме афилубеонезе. Вторая ЗАВ не оскверяет его, если это было вынужденно. Первое, мы сказали, оскверяет в любом случае, это ЗАВ, это Балькерия, он оскверняется. Проверять ничего не надо. Вторая, если она была вынужденная ЗАВ, он переел, он перепил, он посмотрел то, что не надо, тогда он не становится нечистым. Еще раз. Ничего не становится чистым. Перепел, переел. Если у него ЗАВ появился из-за того, что он перепил, не то поел, не то съел, как мы сказали, мы его проверяем семью путями. Почему у него вышла ЗАВ? Что если одна из этих семи причин действует, что он что-то нес тяжелое, или он что поел не то, посмотрел ни на что, на что, что не надо, из-за этого у него была ЗАВ, тогда это вынужденная ЗАВ, и он нечистым не становится. Почему в Торе написано, что вот эта ЗАВ должна выйти из его плоти. Мы сказали, что вот это слово лишнее, что она должна выйти сама по себе из его плоти, а не по какой-то другой причине. По какой-то другой причине мы перечислили. Поел, посмотрел, выпил, нес что-то, прыгал, болел, был слабый. Если из-за всего этого, тогда это не вышло из его тела натуральным, природным способом, и он не становится там. Проверяется именно вторая ЗАВ. Теперь сегодня Хахами говорят, очень важно, если, не дай бог, женщина попала в аварию, или еще какой-то, или какой-то у нее страх, эксцидент, ей нужно обязательно провериться, что она может быть, у нее начался или месячный цикл, или она стала нечистой, потому что стресс приводит к этой нечистоте. Дальше. Теперь, когда мы посмотрим дальше, на самом деле Хахами говорят очень интересно, мы посмотрим здесь очень сложные вопросы, когда чистый, когда нечистый, мы сказали, мы говорили, что во время Хинскиява Мелеха он настолько обучил евреев в Торе, что даже маленькие дети, мальчики и девочки знали все вот эти тонкости. Два дня, три дня, умышленно, неумышленно. Кроме этого, интересно, была история, по-банце, я думаю, рассказывает, что был мудрец по имени Рава Барнахман. И получилось так, что на небесах был спор, определенное пятно чистое или нет, Всевышний сказал чистое, все ученики небесные ищевы сказали, что это пятно нечистое. Кто определит, сказали, кто определит Рава Барнахман, который был действительно экспертом в этом деле. Сказали, пошлем посланника за ним, по одному из объяснений, кто это был посланник. Посланник был ангел смерти. То есть его позвали в Верховный Бедзин, и он сказал, когда он умирал, он сказал, Тагор, Тагор, чистая, чистая. И сказали, Ашеха, Рава Бархана, что я станешь мятхал бет Тагор, что это ажи гувха Тагор, что такое, что хвала тебе, что твоя душа вышла со словами Тагор, потому что ты сам чистый, ты сам Тагор. Но Рамбам в своем кодексе законов на то, что Рава Барнахман сказал чистое, Рамбам написал, что это не чистое. Как так может быть? У нас есть правило. Лупа шамами, Тора не на небесах. И у нас есть правило, и он говорит, что когда он это слово сказал, он уже был в небесной ешире. И он сказал там, это чистое, но как бы там ни было, Аллаха идет по тем правилам, которые Всевышний нам дал. Поэтому Рамбам говорит, так объясняет Кесет Мишне, что он, то, что сказал чистое, на самом деле Аллаха говорит, что по Рамбаму это не чистое. Дальше. Мара приводит, говорит, что Махлокет между Рабелезером и Хахамим в чем? Когда он становится третий раз зав, нужно его проверять или нет? Мы сказали, в первый раз не нужно, он так и так нечистый. Во второй нужно, потому что проверить нужно, он чистый сам по себе, он стал нечистым зав сам по себе, или была какая-то причина, и вынужденно он стал нечистым. Спор. Все это согласны. И Хахамир говорит. Спор где? Спор. Третий зав, когда он у него выходит, нужно его проверять или нет? Рабелезер говорит. В третий раз, когда он стал зав, мы его проверяем. Это само по себе, или все-таки была какая-то причина, и по вынуждению он стал зав. И почему он считает, что это не оскверняет. Даже третье выделение не оскверняет, если это было вынужденное выделение. Почему? Потому что посуха 2 говорит так. Вегазав эт зово лазахар вела некева. И человек, которого зав, он, для мужчины. Вегазав эт зово, зав, у которого идет зива, для мужчины или для женщины? Здесь получается, что зав мужчина сравнивается с завой женщиной. Что? Как женщина метава зива беонес, у женщины мы не проверяем. Она становится нечистой, даже если у нее ее зива по какой-то причине, по принуждению. Вынуждена. Поэтому здесь мужчина сравнивается с женщиной. Поэтому говорит он, что первое, мы сравниваем, что рыярви. Почему? Потому что он говорит, что? Дереш этим. Посуха что говорит? Вегазав эт зово лазахар. Он говорит, вот это слово эт не просто так в Тории написано. Это не просто неопределенный артикль. Или там какая-то другое, какое-то другое составляющее предложение. Это не предлог. А что это? Он говорит, вегазав эт зово лазахар. Там есть четыре слова. На третье нужно проверять. Это было вынужденный зав или нет. А на четвертое он уже проверять его не нужно, он становится зав. Давай, Раха. Три. Как говорится, ревиит метама беонис шлищит энна метама беонис. Третье, четвертое его зева оскверняет его, даже если это было по принуждению. А третье еще нет, надо проверить. И если это было по принуждению, по мнению Ребелезера, он не будет нечистым. Хахамин говорит нет. Хахамин говорит метамебе онис штоф. Хахамин бешлищит энн боткиното. В третий раз он сказал зав, мы его не проверяем. Даже если было, даже если это было неумышленно, даже если, вернее, это было неумышленно, вынужденно, он становится нечистым. Почему? Лода решит им. Хахамин говорит, не каждый эт, не каждый предлог что-то добавляет. Поэтому у нас остается всего лишь три слова. Вегазав, это пропускаем. Зово ла захар, до слова накева, поэтому они говорят шлищит, а филиш шлищит метама беонис. Третье, рия, третье зева, оскверняет, даже если это было не по природе, а вынужденно. Дальше, как говорится. Миши низкак ле тума, шихват зар о метама. Как только он стал уже зав, мы определили, что он зав, его семя. Теперь, видимо, эта слизь, там она выходит, она отличается от семени человека, и можно, видимо, ее различить. Он говорит, как только он уже стал зав, его семя тоже оскверняет. Что это тума? Тума, тума, масса. Говорит мара, что имеется в виду, если ее перенесли. То есть, если вот это семя, или если это зева была в чашке, в стаканчике. По закону, тот человек пока до семени мужчины не дотронулся, он нечистым не стал. Он его перенес, он работает в лаборатории, в пробирке перенес, он его не трогал, он нечистым не стал. Когда становится нечистым, только когда дотронулся прямо до семени человека. Но, если этот человек зав, то тогда его семя переходит в другую категорию и оскверняет не только, когда он его дотронулся, но даже если просто перенес. Становится закон строжий. Да, почему, как мы сказали, что метаме бем, тахор, зереша, тахор метаме только бемага, когда до него дотронулся. А, шихватзар о, шельзав метама бемаса. А, зереша, зереша, оскверняет даже, когда его просто перенесли. И там уже другой, другой, он сказал, если на нем, он на чем-то лежит и так далее. Теперь Брайда объясняет это так. Танакама говорит, шихватзар о, шельзав метаме бемаса, кольме, эдлеэт. Сколько времени он оскверняет, он говорит, что если человек был зав, и в течение 24 часов, после того, как он увидел зива, у него было зеро, и из него вышло его семя, оскверняет в течение этих 23 часов. Так что это Накама. Рабиосы говорит, нет, Йому, в тот день, что только до захода солнца, когда он был зав, и если в течение этого дня у него был, он был балькерий, тогда его балькерий тоже оскверняет, когда его просто перенесли, а даже не дотронулись. Поэтому говорит Мара, что нужно Мишну поднимать нашу так. Ачелу низкак лезива, эно метаме бемаса керий, пока он не стал зав, мы не определили его, что он зав, он, его тумат керий не становится, не оскверняет человека, который только всего лишь это перенес. Нету там тумат маса. Он еще не зав. Но как только мы уже определили, что он зав, его семя оскверняет, даже если до него не дотронулись, а всего лишь перенесли. Теперь Мара приводит брата, который был пораньше, и где там брат, который говорит, что керий не оскверняет, когда его переносит. Потому что он ничего не зав. Говорит там брата так. Рабелезер говорит, что керий не оскверняет, когда его переносит. Не согласен. Теперь что говорит Рабелезер? Рабелезер говорит, что керий не оскверняет, когда его перенесли. Почему? Дает причину. Потому что если человек уже зав, когда его семя из него выходит, там обязательно есть несколько капель этого зива тоже. Невозможно, чтобы без его зива, без другой слизи это не вышло. Поэтому там всегда это есть, и он оскверняет. Но в принципе, теоретически, Рабелезер согласен с Рабелезером, что если бы там этих капель зивы не было, то тогда его семя бы тоже не оскверняло, когда его переносили, а только когда до него дотрагиваются. Мара приводит другую брату, другое объяснение. Наши мечны говорят так. Чихват заромитами. Что мы сказали? Что? Зав его семя оскверняет. Это не относится к Туматмаса, как мы хотели объяснить сначала, что когда его переносят. А к чему? Относятся к Толинбе. Что это значит? Что это зависит от того, когда уже появилась зива. Интересно, что мы посмотрим про Гера, как мы учим закон. Что он говорит здесь так? Что если сначала он был Балькери, а потом у него была зива, то тогда его зива не считается там. Вот это вопрос. Что было раньше? Теперь, как говорит Мара здесь так. Мишна нужно понять. Пока он не стал зав, как мы сказали, его зира не таме. Р, а, р, яшмия, руэ, зива, он не таме. Когда таме, айди, хульша, гун, дахаза. Что мы говорим? Что если сначала у него он стал Балькери, а потом у него была зива, то мы говорим, вот это его зива, из-за того, что когда человек Балькери, из-за него выходит из-за него, он слабеет, из-за слабости у него появилась зива. Айди, хульша, гун, дахаза. Его зива считается вынужденным. Мишин из-за клязива, таме. Но когда он столько уже, он стал уже зав, и после этого у него была рияшмия, в чтении Шиваникевим 76 дней, он становится зива, таме, от сотер, миняну. И его прекращается. Для чего нам это нужно знать? Давай, Рахамим. Чти. Что закон такой, что человек, он говорит так, что человек, который был зав два раза, и потом у него был Балькери, на сколько дней он идет назад? 24 часа. 7 дней, вроде 7 дней, здесь написано 24 часа. Да, вроде бы сказать, человек, который был два раза зав и стал считать 7 чистых дней, и потом у него снова была зива, он все начинает сначала. Но если он был два раза зав, и у него был, он был Балькери, и из него вышла не зива, и его семя, тогда он теряет тот день, когда это случилось. То есть он всего лишь идет обратно на один день. Поэтому вот это мы разбираем, что у него было когда. Здесь Гмара говорит, но в конце концов, Рава говорит так. Там Рава хотел объяснить, но Рава говорит так, что нету разницы, ницкак ли зива, ницкак ли зива, он был зав или не был зав, что его зера, эну метамек, зера, так и ту, ву. И там Гмара говорит, он хотел объяснить, что Гер, там написано так, Гмара говорит, что Гер, который принял еврейство, и он был Балькери, и он сразу становится зива. Мы до этого хотели сказать, что если он был Балькери, и так он слабый, он не будет у него зива, зива будет считаться вынужденным. И он говорит, нету больше слабости, чем Гер, принявший еврейство. Почему? Что мы сказали, Тора и Митцвод тяжело исполняться. Поэтому, как мы сказали, Реш-Лакиш был здоровым разбойником. Как только принял Тора, он начал соблюдать, он ослаб. И этот Гер переживает, как я буду соблюдать и так далее, что я буду делать. Поэтому здесь говорит Рава, нету больше ослабевания, как у Гера. А мы Гера говорим, что он сразу становится зав, даже если он был Балькери до этого. Поэтому говорит Рава, что он как бы там его не осгоняет. И Мишна заканчивается интересным вопросом. Вопрос такой. Танакама говорит так. Человек избил своего друга, избил кого-то. И врачи постановились, сказали, что за то, что он его так сильно избил, он умрет. Но потом, он выздоровел, но потом все-таки умер. Тот, который его избил, проверили вот это врачи, скажем, он там отбил ему печень или почки. Тот, который его избил, он виновен в его смерти или нет? Танакама говорит хаяф, Танакама говорит он должен. Рабин Хеми говорит нет, патур. Мы же видим, что он выздоровел. Мы же видим, что он выздоровел. Поэтому он, в принципе, по мнению Рабина Хеми, он в этой смерти не виноват. Мудрецы разбирают такой вопрос. Сегодня, например, человек, который вот так избили, он его чуть не убил. Врачи сказали, нету никакой возможности, чтобы он выжил. И потом он выжил. И врачи говорят, то, что он выжил, это абсолютное чудо. Вот тот, кто его избил, мы его наказываем или нет? Потому что по-природному тот не должен был выжить. То, как бы там ни было, Гмара продолжает дальше. Заключительная мечта в нашем ретрактации говорит так. Назир Гая Шмуэль в еврея Рабин Нэгурай. Рабин Нэгурай говорит, что Шмуэль Анави тот, кто помазал первого царя Шауля на царство, и второго царя Давида, между ними был еще один царь, ну, как бы там ни было, помазал Давида на царство, кто был? Шмуэль Анави. Говорит Рабин Нэгурай, что Шмуэль Анави был Назиром. Откуда мы это знаем? Написано в Торий Пасуг. Теперь, посмотрим до этого про завтра, что мы говорили. Рахам, я знаю, ты любишь тонкости в поцоге. Написано, кие беха иш ашер ло иет амор. Когда будет у тебя человек, который будет нечистый, микре лайла, случай, случай в ночи. Что говорит, когда написано, человек, который будет нечистый, это зива, он встал зеза. Микре это слово балькери, что здесь он потерял свою мужскую цель, потерял свою цель. Поэтому, если читать Торий, непонятно, зачем два раз говорить. Он будет нечистый, нечистый. И потом микре лайла, случай в ночи. Обычно это балькери происходит ночью. Поэтому здесь Гмара говорит так. Теперь следующий пасуг написано, как мы сказали, Гмара говорит, Теперь говорит Гмара, что значит вот это слово Мура? Что это за Мура? Это пасуг говорит про Шимшона. Пасуг про Шмуэля говорит другой пасуг. Пасуг про Шимшона написано Мура и про Шмуэля написано Мура. Про Шимшона имеется в виду, что это лезвие не пройдет по его голове. Значит, он будет Назир. Там написано, что он будет Мазир. И Шмуэль значит был Назир. Говорит Рабина Урай. Ма Мура, Ха Амура, Бешимшон Назир. Ах Мура, Ха Мура, Бешмуэль Назир. Ама Рабьёс и Рабьёс и с ним не согласен. Что он говорит? Что значит слово Мура? Если мы посмотрим на еврейский, слово Мура, когда оно пишется с буквой Х, это то, что мы сказали, мы видим у Шимшона, это считается лезвием. Но когда пишется с буквой Алиф, это понимается, как страх. Говорит Рабьёс, и написано Мы говорим про страх, что не будет страха. Но написано про Шмуэля, что у него да был страх перед человеком, что написано в Йомире Шмуэль Как я могу пойти и помазать Давида на царство, услышит Шауль и меня за это убьёт? Выходит, мы видим, что он боялся. А если бы Хана, Ханавиа, его мама бы помолилась бы за него, тогда он бы не боялся. Дальше Гмара говорит, поэтому отсюда мы видим, что так у него был страх Отсюда Рабьёна Мура хочет сказать, что он был Назиром. Вопрос, который спрашивает мудрецы, как он мог быть Назиром и он убил Агага? Как он мог оскверниться нечистой мертвеца? Да, он был Гой, но они тоже Гой оскверняют. Гой, мы сказали, если по мнению не оскверняют в шатре, объясняет Мура, что мы сказали Повелительная митцва отодвигает запретительную митцу, поэтому это повелительная митцва Уничтожит потомков Амалека, отводвинула его в запретительную митцу, не оскверняться нечистотой мертвеца. Кроме этого, говорит Мура, дальше, теперь, Мура приводит высказанные наших мудрецов Насчет, что важнее, что важнее, сказать благословение или ответить Амин? А, Рахамин? А? Что важнее, Амин и благословение? Как так может быть? Говорит Мура, интересная вещь, говорит Мура так Сказал Рав своему сыну Хия Говорит Рав своему сыну Хия Когда ты можешь схватить, вырвать у кого-то и благословить, что имеется в виду? Вырвать у кого-то Беркат Амазон и благословить для всех, благословить для всех И так же сказал Равуна своему сыну Отсюда мы видим, что тот, кто благословляет, у него лучше, у него больше плюс Теперь на самом деле, объясняет комментарий, что значит вырви благословение у другого Амрой Акоб Рахамин объясняет здесь очень много объяснений Первое, что человек, когда нужно исполнять митцво, должен быть проворным, должен быть шустрым Вырви не значит, что не груби, а имеется в виду Имеется в виду, что если, допустим, этот Беркат Амазон продают Купи его, для митцво надо платить, и не сняйся Возьми митцво и исполняй их как можно быстрее Отсюда вроде мы видим, что лучше сказать благословение, чем Амин Но, говорит Мура дальше, Раби Немурай, тоже Раби Немурай, который был у нас в Мишне Он говорит, и спорил с Раби Йоси, сейчас он будет Раби Йоси защищать Сначала, говорит Мура, это так Говорит Раби Йоси в Брайте, что человек, который отвечает Амин, он более великий, чем тот, который отвечает Амин Почему как так может быть? Более великий, чем который... Награда у него больше, тот, кто отвечает Амин, чем тот, кто сказал благословение Теперь, почему? Одно из объяснений, когда он говорит благословение имени Всевышнего, там всего Ашем и Юткей Вавке или Элюкену Когда человек отвечает Амин, там два имени Всевышнего вместе, гематрия слова Амин 91 Это Юткей Вавке 26 плюс 65, а до и потом най, получается 91 Поэтому Раби Йоси говорит, что тот, кто отвечает Амин, у него заслуги больше Говорит Раби Наурай, теперь мы видим в Мишне, что Раби Наурай с ним спорил Но у них спор не был личный, спор был из-за Деврейтора Но когда он видит, что Раби Йоси прав, Раби Наурай его защищает и клянется Он говорит, что Раби Наурай говорит, ашаммайм каху, клянусь как бы небесами Тогда знай, шахаре гулуриим мидгарим бамилхамад у вогрим нотским Говорит, когда начинается война, кого вперед отправляют?